В ту ночь, будучи еще совсем юным парнем, я очень усердно и искренне молился. Говорил с чем-то незримым, что шагает рядом со мной через всю жизнь. Я просил показать мне, чем и как все закончится. Несмотря на проблемы с бессонницей, я быстро заснул, а потом тут же проснулся. В ночном приятном сумраке в своей кровати. Спать не хотелось, и я встал. Обернулся и впервые в жизни увидел себя со стороны мирно спящего на кровати. Немного встревожившись, я посмотрел в дверной проем и увидел, как в соседней комнате спит моя сестра. Я понял все в единое мгновение. Это был мой первый и последний опыт нахождения в астральном мире вне тела. Мое астральное тело настолько легко отделилось от физического, что я ничего не почувствовал. И ощущал себя в новом незнакомом мире, как и в обычном. Но время терять было нельзя. Я был не один. Меня вели. Я подошел к дверям балкона и увидел неровный рисунок белой краски, которую несколькими слоями нанесли на старые скрипучие деревянные двери. Пройдя сквозь них, оказавшись на балконе, я увидел свою обожаемую родную улицу. Совершенно пустой. Взглянув на звездное небо, я присел на пол и произнес. Показывайте. И вот мне показали, как будут выглядеть последние дни всего живого на Земле. И по сей день каждый элемент того, что мне разрешили увидеть, сбывается. И это не очень хорошо. Таким было мое единственное путешествие в астральный мир. Просьбы в комментариях сделать ролик об астрале вместе с такой темой, как дежавю, занимают едва ли не первое место среди прочих. Почему? Сдался вам этот астрал? Много прочитали? Увидели? Информации навалом? Этот мир манит. Но сами не решаетесь туда попасть. Быть может, пытались, но не вышло. Быть может, все мы, кто якобы побывал там, вас обманывают. Не простая, но такая интересная тема. Пришло время раскрыть все тайны и рассказать людям, что же такое астрал. Если ты смотришь это видео, мой друг, ты и есть настоящее сопротивление, обману царящему в этом мире. Рад видеть на канале Нулевой Пациент. Канал и сопротивление растут лишь благодаря тебе. Поэтому во имя света знаний подпишись, клацни лайкос, поделись этим видео, черкни в комментариях твою историю астрального путешествия и жми колокольчик. Мы начинаем. В век свободного доступа практически к любой информации, даже те знания, которые называют сакральными и запретными, найти не так уж и тяжело. Астрал – загадочный параллельный мир, существующий рядом с нами. Информации, статей, видео, книг по нему навалом. Об этом говорят все, даже те, кто там никогда не был и банально врет, зарабатывая на этом деньги. Однако армия тех, кто хочет оказаться в параллельном астральном мире, растет с невероятной силой. А значит, следует им помочь и ответить на многие вопросы, самые главные из которых – правда все это или ложь? Начнем сначала. Астрал от греческого астери – звезда. Астрал отнюдь не современное понятие, и если не лениться и немного покопаться в книгах и интернете, мы обнаружим, что некое понятие – процесс, место и переживание, которое скрывается под этим словом отнюдь не изобретение современности, и даже не изобретение мистиков и спиритуалистов, живших 100-150 лет назад, в момент, когда эзотерика и, в частности, все связанное с астралом переживало бум популярности. В конце 19-го, начале 20-го века этот термин был популяризирован Анне Бизант и позднее Алисой Бейли. На Алису Бейли обращаю особое внимание, так как эта женщина была создателем такой загадочной организации, как Люциус Траст. Люциус. Достаточно четкие ассоциации у этого слова. Именно ее организация имеет небольшую комнату, библиотеку в одном здании с подразделением Организации Объединенных Наций, что очень странно. Особенно книги, которые можно взять там и почитать. И к чему это послам и политикам? В Древней Кабале астральный мир рассматривается в системе пяти миров, которые понимаются как уровни сознания субъекта. Похожее и очень близкое понимание астрала есть и в исламе. Барзах – промежуточное состояние, в котором пребывает человеческая душа в период между смертью и днем воскресения. Парамаханца Йогананда, индийский йог, сыгравший значительную роль в распространении на западе древней духовной практики, утверждал, когда кто-либо умирает, его душа переходит на астральный план, там он пожинает плоды своих прошлых деяний или кармы. В контексте этого, как не вспомнить одно из самых популярных моих видео на эту тему. Ссылка сейчас появится сверху. Теорий и очень уверенных утверждений о том, что такое астрал и для чего он нужен, простому человеку очень много. И вполне возможно среди них найдется правильное. Будут и те, кто скажет, все это от бесов или шайтанов. Есть и те, кто убежден, что это игры не совсем здорового разума и не больше. И лишь тем, кто там побывал, наплевать на каждое из этих мнений. Осознанные сновидения, сон и паралич, символические сны, внетелесные переживания. Все это некоторые великие эзотерики относят к астралу. Есть очень много способов попасть в это состояние. Выпускаются книги, в которых описывается техника выхода из тела. Один из зрителей в комментариях посоветовал мне в состоянии сонного паралича попробовать перевернуться на другой бок. Это должно помочь. И все бы ничего, если бы не несколько важных вопросов. А зачем? Для чего там оказываться? Что за мир там окружает человека? И что за существ мы там видим? Роберт Монро, автор книги о внетелесном опыте. Человек, который сделал для популяризации этой темы, больше многих других эзотериков утверждал, что много и часто по собственной воле покидал тело и путешествовал в астральных мирах. Однажды он почувствовал, как ему на спину лег мальчик лет 10-11. И это было омерзительно, так как мальчик был обнажен и весь лиски. Роберт Монро скинул его с себя и встал с кровати, но мальчик постоянно подходил и обнимал недовольного напуганного мужчину. Потом завязалась драка и тут Монро обнаружил, что это существо, выглядящее как мальчик, растягивалось как резиновое. Его руки постоянно соскальзывали из-за слизи и он никак не мог избавиться от него. Роберт Монро понял, что это существо нечто, что прилипает к человеку и ест его эмоции, страха, злобы и отчаяния. То есть, выходит, это лярва, которая выросла уже до размера 11-летнего мальчика. Как приятно, что все твои теории находят массовое подтверждение по всему земному шару. Самое важное в этом рассказе, что Роберт Монро победил и избавился от лярвы. Может в этом и есть суть астрала, возможность через тот мир повлиять на себя в реальном мире. Избавиться от лярв или узнать нечто новое. Есть очень интересное видео, которое называется «Рассказ астролетчика». Там достаточно приятный парень рассказывает откровенно о своих путешествиях по астральному миру. Самое ясное призвание в вашей жизни. Пока вы не попробуете, не будете, вы не поймете, насколько это правда. Нет ничего более захватывающего, нет ничего более яркого в жизни. И я ему верю. Я неплохо разбираюсь во лжи и мне кажется, он говорит правду. И вот, что он говорит о лечении. Ну, оттуда можно влиять на внутренний мир. Ты имеешь в виду влиять на других людей или на предметы? В чем влиять на других людей? Так, а на что влияет? На себя. Ага. Можно лечить свое тело. Вот что он говорит о сексе. Это как мы недавно с человеком обсуждали, которые делились опытом. Еще кто-то вчера по поводу астрала. Он говорит, а чем ты занимался в первое время, когда вышел и выходил из тела? Я говорю, непотребствованно. Постойте-ка. Секс, растягивание рук, зрение, ноги, тело. Какой к чертовой матери астрал? Мы же все здоровые люди. Глазные яблоки, уши, органы. Это свойство физиологии. Оргазм это работа нервных тканей. Какой нафиг внетелесный опыт? Этого ничего быть не должно. Это нелепо. Я убежден в этом. У меня нет сомнений, что сознание, энергия, душа, называйте, как хотите, покидающее тело, не имеет ничего общего с человеческими эмоциями, потому как оно лишается всей биохимии, отвечающей за страх или, например, любовь. У души нет двухглазных яблок и центра обработки зрительной информации в мозге. Мы с вами, друзья, каждый день видим реальность двухмерной, но с тенями. Сознание, существующее в трехмерном пространстве, осязающее мир по всем осям, должно видеть весь мир одновременно. Человеку тяжело даже это представить. То есть это сфера, сферическое зрение. Данное предположение я сделал много лет назад, когда еще не изучал религию, эзотерику и астрал, а лишь науку. Я, когда первый раз выходил, очень важный ремарк. Я видел мир, пока отделялся, сферический во все стороны. И никак глазами сложно описать. Во-первых, я видел его более четко. Уф, как приятно побеждать и осознавать, что те, кто сливает тебе информацию, не обманывают тебя. Итак, в квантовом мире ты не сфера, а тело по той причине, что твое сознание еще не утратило привычек человеческого «я». Я люблю чувствовать себя Петром. И там я тоже Петр. Квантовая физика. Определяешь место положения электрона в пространстве, и он появляется. Не наблюдаешь за ним, он волна. Энергия, а не материя. Ты ткешь свою реальность. Как же все-таки интересен астральный мир, в который мы попадаем. Он реален? Почему он выглядит так же, как и наш? Может, это наш мир, но мы просто находимся в другом состоянии и путешествуем по нему, не способные повлиять на него. Находясь в астрале, оказавшись на балконе, мир, который я видел, был иным, очень похожим, практически идентичным, но слишком тихим и пустым. Многие люди, которые побывали в астрале, рассказывали, что, оказавшись в этом параллельном мире, они видели свой дом или квартиру немного видоизмененными. Нет какой-то стены, или дверь другая, или на улице темнота, или напротив, слишком все красиво и какой-то иной пейзаж. Так, дайте подумать. Моя голова сейчас найдет ответ. Сонный паралич. Там твари превращаются моментально в то, о чем ты думаешь или боишься. Во сне так же. Так вот, была сущность, которая, слава моего голова, я тогда понателла от Евы Грин. В общем, она выглядела, как Ева Грин. При этом мы оба знали, что она не Ева Грин. Но она говорила, тебе же так нравится. А мне и правда это нравится. Ах, да неужто? Ева Грин? Нечто стало таким, каким хотел это нечто видеть астролечек, как и в сонном параличе и во сне. Быть может, сон это тоже астрал, а не нафиг никакое не бессознательное. Быть может, какая-то разновидность астрала. В эзотерике есть понятие серебряный шнур или серебряная нить. Нечто, что не дает погибнуть телу, когда сознание, душа его покидает. Эта нить может растягиваться якобы на миллиарды и триллионы километров. И даже если сам человек захочет, он ее не оборвет. Серебряный шнур – понятие очень древнее в эзотерике. А теперь давайте послушаем о том, что расскажет нам простой американский парень, нифига не понимающий в эзотерике, который страдает от сонных параличей. У меня в голове звучал голос, мой собственный голос, и он говорил, вернись в кровать. Повернувшись, я увидел длинную серебряную нить, не знаю, как еще это назвать, которая приближалась к моему телу. И я решил, что теперь мне точно пора лечь в кровать. И стоило мне это решить, как я очутился в ней. Никаких промежутков, ощущений возвращения в тело, ничего такого. Раз, и я уже в нем. Серебряная нить, тени, но он же описывал происходящее как сон. Выходит не сон, а астрал. И сны наши – путешествия в астральный мир. И сонный паралич – не галлюцинация, а видение астрального мира, иная форма реальности. Если много изучать какой-то вопрос, то все ниточки обязательно сойдутся, и ответ будет найден. Ну или нет? Но нет – тоже очень хороший ответ. На данном этапе можно сказать точно, что астрал никого не сделал богатым, никто с помощью него не предсказал результат футбольного матча, и не поставил на это деньги, и никто не сделал себя долгожителем. С другой стороны, когда понимаешь, что там есть невероятно красивая и загадочная реальность, тебе становится наплевать на материю и эти нелепые годы. Я знаю одного молодого человека, который ушел навсегда. Ему настолько там нравилось, он там был настолько счастлив, что сумел оборвать каким-то образом серебряную нить, и вегетативная нервная система при суперздоровом теле прекратила жизнеобеспечение организма. Просто остановилась, выключилась, и все. Друзья, так уж вышло, что я жду письмо от Google, которое подключит меня к ним полноценно. Это стандартная процедура для всех каналов, у которых есть монетизация. Пока я жду письмо, вся монетизация на канале отключена. Вообще вся. Вы можете проверить. Так будет продолжаться где-то около 4 недель. Поэтому прошу, для того, чтобы канал жил и развивался, делайте донаты или покупайте мои книги. По книгам информацию вы найдете по ссылкам, которые появятся сейчас сверху, а по донатам всю информацию в описании внизу. Это не обязаловка. Кто как хочет, много или мало, главное, чтобы вам было при этом комфортно. Но каналу это нужно, и я буду очень благодарен, если вы что-то задонатите. Помогите, Петюши, пожалуйста. Итак, мое мнение. Лишь мое. Я так думаю, и так не обязаны думать все остальные. Астрал – это пластилин, энергетический мир, сотканный из неоткрытых субатомных частиц. Сознание вне тела, а именно астрал, сон, сонный паралич, может кать его, как хочет, как своими мыслями, так и эмоциями. Этот мир полон сущностей, хороших и плохих, тех, кто питаются нашими эмоциями. Им все равно, как мы их видим. Лишь бы эмоций было побольше. Плохих или хороших. Территория этого разнообразного мира, который постоянно меняется, определяется гравитацией. Да-да, я сказал гравитацией. Лярва на латинском языке – маска, маскарад, где все будет таким, как мы захотим. Но это не значит, что там нет тех, кто обладает силой ткать помимо нас, больше нас, лучше или хуже нас. В заключении у меня осталось лишь пару вопросов. А без ноги ходит в астральном мире? А слепой видит в астральном мире? Если человек ослеп до трех лет, так как его зрительные нейронные пути не сформировались до конца, он не видит сны, он видит темноту во сне и наяву. Если после трех лет теряется зрение, то, бодрствуя, он видит темноту, а во сне все-то немногое, что успел увидеть до слепоты. Бойтесь эзотерики, чтобы наука не доказала экспериментально, что суть астрала лишь в нейронах, и слепой там увидит лишь темноту. Он должен увидеть мир как сферу изнутри, если все это правда. Но только после того, как он перестанет себя убеждать в квантовом мире, что все соткано из темноты. Мне бояться нечего, я не с теми и не с теми, я знаю правду. Дорогие зрители, из-за ожидания письма от гугла определенное время не будет монетизации, а значит нечего переживать за подборку тем. Пишите в комментариях, на какую супер тему снять следующий ролик, в чем следует разобраться. Хочу уже сейчас поблагодарить Сергея Щербину, который сумел сделать донат еще до того, как мы их ввели. Всегда буду всех благодарить за донаты в конце видео, как спонсоров канала. Спасибо всем еще раз, заранее, кто задонатит. Друг мой, если ты посмотрел это видео, ты есть истинное сопротивление. Подписывайся на меня в соцсетях, ссылки в описании. Меня зовут Крыжановский Петр, вы были на канале Нулевой Пациент. Обязательно подпишитесь на канал, лайк, поделиться, колокольчик. И помните, друзья мои, грядут перемены. Слушайте, в этот раз даже мне понравилось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!